Позвольте, во-первых, короткую ремарку о том, что вы говорили. Я действительно вынуждена с вами согласиться в кое в чем. У нас всегда есть разделение власти, и всегда должно быть какое-то стримование протевахи, так называемый, на украинском мове у нас в законе. Держки и противоречия. И здесь действительно у нас был вопрос изначальный, во время формирования и коалиции, во время разных переговоров. Мы говорили о том, что если спикером будет господин Гройсман, которого я лично очень уважаю, выполнит ли он, например, свою конституционную обязанность подписать и вести в силу закон, если президент, например, этого не сделает в течение 15 дней. Потому что у нас уже был момент, когда господин Порошенко не подписывал и не витировал закон 15 дней, и тогда он вводится подписанием спикера, соответственно, у меня был этот вопрос господину Гройсману. И я верю, что, в общем-то, Гройсман найдет в себе и мужество, и мудрость сделать то, что нужно будет, и он действительно будет более независим, чем представитель Петра Порошенко и партии Петра Порошенко, потому что он скорее представитель партии. А касательно того, что дальше, ну, дальше работать. Нет, ну, понятно, что работать. Понятно, понятно, что, как говорится, не баклуши быть. Да, на самом деле реформа уже, красивое слово, которое всем надоели, тут нужно говорить о конкретных вещах. Первое, это борьба с коррупцией и какие-то конкретные вещи. Вот президент заявил даже в своей речи, что он готов представить какого-то иностранца на пост главы антикоррупционного национального бюро. И коррупция будет побеждена сразу. Мы ждем, на самом деле, каких-то дальнейших вот вещей. Он не только для этого бюро, президент прогнозировал сразу несколько членов.